Программа модернизации первичного звена медицины увеличена практически в два раза. С трех до шести миллиардов рублей, причем большую часть финансирования обеспечит федеральный бюджет. На эти деньги предусмотрен капитальный ремонт объектов здравоохранения и закупка высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба на исполнительном комитете межрегионального общественного движения Коми Войтер. Алексей Корчма узнал подробности. Участие в таких встречах – это важнейшая миссия главы республики, заявил Владимир Уйба в своем приветственном слове. О проблемах городов и отдаленных районов он узнал лично на многочисленных встречах с местным населением. В медицине положение сейчас непростое. Врачей не хватает, больницы нуждаются в ремонте, оборудование на износе. Проблемы здравоохранения Владимир Уйба сам, как бывший врач, зачастую берет на личный контроль. За то, что вы лично всегда принимаете и пытаетесь вникнуть в те проблемы, которые имеются на местах, огромное вам спасибо. Я думаю, что и впредь мы будем точно так же вместе работать. Ситуация должна измениться кардинально, уверен Владимир Уйба. Республику поддержит федеральный центр. Причем сегодня уже можно говорить о значительном увеличении финансирования – с 3 до 6 миллиардов рублей. По итогам моей онлайн-встречи с президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным даны два поручения, это в части здравоохранения. Одно из них – о выделении средств федерального бюджета на ремонт, строительство и замену объектов здравоохранения Республики Коми. Предварительный объем финансирования проекта программы модернизации первичного звена составляет почти 6 миллиардов рублей. Причем доля федерального центра в софинансировании программ модернизации первичного звена составляет 95% и лишь 5% заплатит Республика. Возможно, получится еще поторговаться, чтобы снизить финансовое участие нашего региона. Средства направят на капитальный ремонт объектов здравоохранения, закупку высокотехнологичного оборудования и транспорт. В этом году Республика получит 28 автомобилей, в этом имеется в виду в 20-м. 28 автомобилей скорой медицинской помощи класс «Б» – это распоряжение уже вышло, распоряжение правительства, и они будут распределены между муниципалитетами и территориальным центром медицинных катастроф республики. Кроме того, республиканской программой модернизации первичного звена предусмотрено приобретение 275 единиц автотранспорта на 190 миллионов рублей. Еще 2 миллиарда направят на 19 тысяч единиц различного медицинского оборудования. В завершении встречи глава Республики рассказал о еще одном уникальном проекте. По поручению президента в Коме будет построен перинатальный центр, мощность которого составит 270 коек, и рассчитан он будет на 120 посещений в смену. Стоимость проектирования и строительства центра составит 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Сейчас специалисты подбирают земельный участок.